Более двух с половиной тысяч человек подписали размещенную на сайте Change.org петицию с требованием прекратить уголовное преследование адвоката Ивана Павлова. Накануне Басманный суд Москвы запретил Павлову общаться со свидетелями по уголовному делу. Павлов, напомню, защищает интересы журналиста Ивана Сопронова. Ему нельзя отправлять и получать почту и телеграммы, говорить по телефону и выходить в интернет. Сейчас Иван Павлов находится в своем родном Петербурге, куда вчера он вернулся из Москвы. Напомню, Павлов известен защитой фигурантов дел ОГО с изменением. Также адвокат представляет интересы Фонда борьбы с коррупцией в России. Это иноагент по иску прокуратуры о признании ФБК экстремистской организацией. С нами сейчас на связи жена Ивана Павлова Екатерина. Екатерина, здравствуйте. Слышно ли студию Дождя? Да, здравствуйте. Только вы у меня куда-то пропали. Прошу прощения. И вы у нас пропали, а сейчас не пропали. Екатерина, расскажите просто подробности, когда Иван вернулся домой в Петербург из Москвы. Напомню, что он был задержан вчера в Москве, в гостинице. И вот вчера вечером он уже должен был вернуться в Петербург. Расскажите, как это происходило, кто его сопровождал и какие все-таки точно ограничения сейчас есть, вот помимо тех, которые я перечислил. Значит, ну Иван вчера вернулся домой около полчетвертого утра примерно. Они прилетели с Евгением, их в аэропорту встретил их партнер. Тоже адвокат, привез домой вчера. В общем, все было нормально. Что касается ограничений, вы привели исчерпывающий перечень. Никаких дополнений у меня здесь нет. То есть Иван сейчас будет находиться дома, а покидать помещение ему разрешено, да? Все-таки это не... Ему разрешено покидать помещение, ему разрешено свободно перемещаться. То есть ограничения касаются только телефона и использования сети интернет. Ну, получается, свою адвокатскую работу он исполнять сейчас не может. Или может? Давайте вот здесь уточним. Он может. Ему никто не запрещал пользоваться компьютером и печатать документы, то есть печатать какие-то ходатайства и так далее. Но вы же понимаете, что у него нет доступа в интернет, то есть он не может общаться с коллегами, он не может пользоваться какими-то правовыми ресурсами. Плюс, как бы, сейчас решается вопрос с тем, что ему не на чем работать. Ну, то есть все-таки формально он может исполнять обязанности адвоката? Формально он может. Адвоката, но на самом деле это довольно сложно, учитывая, что он не может и выходить в эфир, он не может никак публично ничего комментировать, правильно ли я понимаю? Более того, большинство его дел в Москве, да, и совершенно непонятно, как он должен получать информацию о том, что назначено слушание по делу, как он должен связываться со своими коллегами, как это все должно происходить, не очень понятно. Ну, и, соответственно, и выходить в эфир, и общаться с журналистами, он тоже не может, учитывая, что мы сейчас с вами общаемся через скайп, по интернету, а доступ запишем. Да, по интернету не может, но при личной встрече, пожалуйста, в этом правил не ограничен. Екатерина, вот Ченчорк, многие коллеги Ивана разместили петицию с требованием прекратить уголовное преследование, это все практически главные адвокаты страны, и около двух с половиной тысяч человек. Как вы все-таки сейчас, ну, общаясь с коллегами Ивана, с Евгением Смирновым, с другими адвокатами команды 29, намерены добиваться прекращения этого дела, и чтобы все-таки все ограничения были сняты? Ну, конечно, это нужно решение обжаловать, и я думаю, стратегия обжалования прямо сейчас выстраивается. Иваном вместе с Евгением, они сейчас работают вместе, и я думаю, что в ближайшее время Евгений будет готов уже как-то рассказать о плане их действий. Екатерина, у вас вчера, у самой, мы вчера, я вел эфир вчерашний пятничный, мы, понятно, не могли связаться с вами, так как у вас у самой в Петербурге, когда Иван Павлов находился в Москве, проходили дома обыски, и в офисе команды 29 в городе тоже проходили обыски. Расскажите, почему пришли к вам, что искали у вас, и что-то изъяли или нет? Ну, ко мне пришли, потому что я все-таки живу со своим мужем, да, соответственно, обыск делали у нас дома, в нашей общей квартире. Что искали? Искали то, что относится к делу. То есть больше я вам сказать, к сожалению, здесь не могу. К делу, уголовному делу, которое защищает... Под 310-й. Да. Вот, то есть все, что имеет отношение к этому делу, соответственно, логично предположить, что это искали, но мы здесь все прекрасно понимаем, что, скорее всего, также есть определенный интерес спецслужб посмотреть, в принципе, что там у Павлова. Ну да, дело, о котором вы говорите, судя и по картинке, которую мы видим, это дело, конечно, Ивана Сафронова, собственно, из-за которого все и случилось. Я хочу просто сказать, что, скорее всего, не только дело Сафронова, а в целом интересно правоохранительным органам посмотреть документы и так далее у моего супруга. А кто проводил у вас обыск? Кем представились эти люди? ФСБ или другие силовые структуры? Были представители разных ведомств. К сожалению, я не уверена, что я могу здесь сообщать, кто именно проводил обыск. Спасибо, Екатерина. Удачи. Большой привет Ивану Павлову. Екатерина Павлова, жена адвоката Ивана Павлова, была на связи со студией «Дождя». Иван Павлов, напомню, вернулся вчера около четырех часов утра в свой родной город в Петербург, но при этом адвокатского статуса его пока невозможно лишить, но при этом на него наложены ограничения и непонятно, как все-таки с этими ограничениями продолжать исполнять свои обязанности. К другим темам.